Акция День призывника проводится дважды в год в осенние и весенние призывы. Будущие защитники Родины собираются на торжественном построении и принимают слова на пусты от администрации главы Мордовии военного комиссариата. На встрече также присутствуют представители общественных и ветеранских организаций, а также родные и близкие призывников. В этот раз на Дне призывника присутствовали 136 будущих солдат. Их благословили представители духовенства, а также в памяти о родном доме подарили иконки. После этого под марш славянки одна из команд сразу же отправилась отдавать долг в стране. Некоторые из них выбрали службу по контракту. С позапрошлого года у нас есть такое право призывника, имеющим высшее образование и среднеспециальное. То есть они могут выбрать вместо срочной службы военную службу по контракту. И многие ребята этим правом воспользовались и в этом году, и в прошлом году. Поэтому можно сказать, что служба для ребят становится привлекательной, более привлекательной, чем раньше. В этот же день прошло подписание соглашений между военным комиссариатом Мордовии и представителями Северного флота. Очень символично, что теперь солдаты из нашей республики будут проходить службу в городе Североморск Мурманской области на эскадре на миноносце, который носит имя святого пограбителя Мордовии Федора Ушакова. К такому сотрудничеству шли уже много лет, ведь призывники проявляют немалый интерес к службе на Северном флоте. Наши государства действительно заботятся о вооруженных силах, сами понимаете, уже не один десяток лет. Перед вами откроются шикарнейшие возможности. Кто-то появится действительно, я даже уверен, что процентов 50, захотят после срочной службы, действительно, остаться в армии по контракту. Даже в вашей республике у меня ребята, которые не после срочной службы, а остались по контракту, получили погоды мечманов. Сейчас они переобучаются и становятся действительно офицерами. После торжественной части празднования Дня призывника в актовом зале с концертной программой от Мордовской государственной февармонии, для всех гостей провели подробную экскурсию по сборному пункту военкомата, а также демонстрацию образцов вооружения. Ирина Семенова, Евгений Фролкин, Народные новости.